Мои сегодняшние гости Переживали на той самой скандальной олимпиаде И так у меня в гостях Ирина Слодская Ирина, здравствуйте Здравствуйте Ну, на самом деле Мне сегодня, наверное, очень сложно Потому что 15 лет назад Ну Это были слезы Это было негодование Это была самая скандальная олимпиада Но тогда все, весь мир Не только Россия, знали, что отняли Отняли награду Вот, поэтому То, как вы тогда повели себя, наверное Высшая степень доставинства Поэтому спасибо вам Тройной лут с двойной рейтберги Вот сейчас, спустя время Как оцениваете то, что происходило тогда И как это вообще возможно было Ну, жизнь, самое главное, что продолжается Были еще громкие победы и после олимпиады Ну, вот я попала, к сожалению В такую струю Когда политика, наверное, все же больше решала Чем спортивный результат Ну, обидно, наверное, да Но, опять-таки, еще одна медаль олимпиады была И несколько чемпионатов мира То есть я считаю, что моя карьера, конечно, сложилась Достаточно хорошо И я до сих пор благодарна зрителям Которые меня до сих пор помнят Встречают на самом высшем уровне И многие действительно вспоминают ту олимпиаду Ну, действительно, мне кажется, Ирина Слуцкая Шла всегда вопреки всему Да, вот Что давало сил И ведь когда Возникали у многих спортсменов Не будем называть Да, проблемы Они говорили, ну, все, тренер И уходили к другому тренеру Жанна Громова с вами Как изначально была Так вы с ней всегда и шли Ну, это история такая Которая происходит сплошь до рядом И очень частая история Что если спортсмен не достигает какого-то результата Первый, кто виноват, тренер Я всегда говорила Давайте начнем с себя И думаю, что причину легче найти в себе Нежели чем в другом человеке Сила, мотивация Это желание Желание кататься Желание побеждать Желание отстаивать честь своей страны Все в совокупности А потом это вера моих родных Опять-таки моего тренера А я никогда не говорю, что это я Это была огромная команда людей Которая стояла за мной И делала все для того, чтобы Я комфортно себя ощущала на льду Это и тренер, и хореограф И тренер по общей физической подготовке И люди, которые Человек, который мне коньки точил Прикручивал все это Все это из этих мелочей Наверное, и складывалась основная цель Это достичь максимального результата Да, к сожалению, я попала в тот период Наверное, во временной промежуток Когда Было достаточное количество соперников Потому что на чемпионате мира Любая из 10-12 девочек Могла быть Ну да, система другой была И система другая была И очень много было сильных То есть не было такого вот провала Есть один, и больше никого нет Нас было много И мы боролись не на жизнь, а на смерть И, к сожалению, политические аспекты Они всегда присутствовали Именно в то время Вот, поэтому Оно так складывалось Да, к сожалению, мне приходилось Очень часто стоять Горой За свою страну И мы чаще всего выступали На другом континенте Где нас и не особо такие ждали С распростертыми объятиями И боролись И обидно было то, что изначально Иногда мы понимали, что Как бы мы не выступили Мы, я говорю, опять-таки, да Команда Как бы не сложились выступления Даже если на 2-3 головы выше Я просто не могла победить Что, в принципе, происходило И на чемпионатах мира И в Миннеаполисе И в Ванкувере И в Солт-Лейке на Олимпиаде Когда уже понятно было Что вот он, человек-победитель И все равно убирали Ну да, видно было Когда режиссеры Крупным планом Показали ваше лицо Да, вот она Все, финальная точка И вы ведь осознавали Что все, это победа Ну так и, в принципе И по первой оценке У меня была победа Вторая оценка Была снижена на 4 десятых Это вообще в спорте В нашем спорте Когда еще была Система оценок 6-0 Да, это падение 4 десятых это падение И мне снимали По 4 десятых За вторую оценку И буквально через Несколько минут На чемпионате мира За эту же программу За такой же прокат Я получала 6-0 Что в принципе Ну небывалый случай Да, на чемпионатах мира 6-0 получить Это высшее Высшее вообще Мастерство Вот, поэтому Все было понятно И изначально Обидно Да, обидно Мне единственное Что очень приятно Что люди все понимают Народ нам не обмануть И до сих пор Я очень благодарна Своим поклонникам Которые помнят Знают До сих пор Меня поддерживают Пишут мне И в соцсетях Различные Сообщения Пожелания Ценю каждого Люблю каждого И для артиста Наверное, мы сейчас Уже больше артисты Чем спортсмены Очень важно Когда ты выходишь На суд зрителей И тебе громко аплодируют Тебе дарят цветы Тобой восхищаются То есть это действительно Очень сложно На протяжении десятилетий Держаться на первых Ступенях пьедестала Это очень сложно Потому что сил уходит Колоссальное количество Не только физических Но и моральных Тем более, когда ты понимаешь Что чаще всего Ты стоишь один Да, конечно Просто Но еще и такой момент Да, ведь Не только вот этот Спортивный момент Но и были Серьезные Ну, со здоровьем Моменты Вы знаете как В болезни есть трое Это врач Пациент И сама болезнь Как только пациент Встает на сторону болезни То врачи бессильны Поэтому я приняла решение Все же встать на сторону врача И побороться с тем недугом Который со мной произошел И опять-таки Желание жить А не быть прикованной К больничной конкойке Желание кататься Ну, я не могу объяснить Что для меня спорт На тот момент Понятное дело Что сейчас я совершенно В иной деятельности И для меня Шоу сейчас Наверное, по большей степени Это такой вот Эмоциональный всплеск Из прошлого Да Потому что основная деятельность Она уже другая Но на тот момент Я не понимала Как я могу жить Без фигурного катания Я не понимала Как Я же не достигла еще Того, чего я хочу достичь Как я буду без судей Без зрителей Без новых программ Без новых костюмов Без сложнейших комбинаций Стройных прыжков То есть В моей голове Это совершенно не укладывалось И я понимала Что я готова сделать Что бы то ни было Только встать на лед И начать опять парить Вот над этим Куском застывшей воды И здесь, конечно Нижайший поклон Моему врачу Царству ему небесное К сожалению, его уже нет Жанне Федоровне Которая Нашла правильные слова Для того, чтобы Мне дать возможность Идти вперед Безусловно Это мои родители Которые всегда в меня верили И которые в этот момент Меня тоже очень сильно поддерживали Подбадривали И очень сильно помогали Самые ответственные моменты Что Жанна Громова Говорила вам Когда были вот эти вот Десятки конкурентов Когда внимание было приковано Когда вся страна Говорила Ну давай Ну вот Слудская Да-да-да Слудская Давай Это же давление Даже когда в тебя верят Жанна Федоровна всегда Мне говорила Давай Надо немножечко поработать Ты все можешь И в принципе Эти слова Они до сих пор Когда я понимаю Что я стою перед сложным выбором Или у меня какой-нибудь Очень сложный доклад Перед большой публикой И всегда эти слова Давай Надо немножечко поработать Ты все можешь Они вот идут Такой у меня Палочкой-выручалочками Телеведущая Актриса У меня актриса Ну был опыт Был опыт Это был опыт Да Но я очень быстро поняла Что это не мое Ну Депутат Московской областной думы Очень много Причем Не просто да Уходишь в другую стезю И этим занимаешься Но еще и Высшее образование Получаешь в том направлении Обязательно А как без образования Я всю жизнь учусь Я закончила физкультурный университет Поступила на театральный Не доучилась Один год Мне поняла Что это не мое Закончила школу телевидения В феврале месяце этого года Закончила магистратуру Российского государственного Социального университета Вот буквально на следующей неделе Поступаю в аспирантуру То есть Я постоянно учусь Потому что я считаю Что каждый уважающий себя человек Постоянно должен развиваться Все находят разные способы Но для меня обучение Это мне безумно интересно Я наверное хочу все знать Как бы то ни смешно звучало Я получаю удовольствие И я понимаю Что я не стою на месте А для меня это очень важно Расскажите о дружбе С Евгением Плющенко Это видно было и в период Олимпиад И сейчас вы продолжаете Радовать зрителей вместе В этом программе Как я говорю Я Женина боевая подруга Потому что мы С детских лет Бок о бок Идем по соревнованиям Я немножечко раньше закончила Но для меня Женя действительно Настоящий чемпион Он спортсмен с большой буквы Тот человек Который никогда не предает Своих друзей, родных, своих близких И я всегда поражалась Его работоспособности Тому отчаянию С которым он до последнего Сражался на льду И так получается по жизни Что как бы мы не расходились По своим направлениям Нас лед все равно соединяет Потому что я говорю Мы очень много прошли Мы прошли сложную Олимпиаду Для нас обоих в 2002 году И 2006 год И мы были совсем-совсем маленькие Когда я помню Женя только появился У нас разница-то в возрасте В принципе небольшая Я всего лишь на 3 года старше Жени Я помню чемпионаты России Где-то в Самаре Еще мы совсем мелкие Как мы ходили Мы все волновались Мы на всех смотрели Взрослых Думали, ой, как это они Ой, это же чемпионы Но никто тогда не мог предположить Что мы пойдем настолько далеко Ирина, вы как-то признались В интервью нашему каналу Что пишете стихи Сейчас это продолжается? Ну, потихонечку, да, люблю Вот как это рождается? Это отражение мира Ирины Слуцкой? Наверное, это отражение каких-то эмоций Пережитых эмоций Может быть, то, что происходит в данный момент Все время по-разному Причем, как есть такая лирика, скажем так Да, есть что-то веселое То есть, скорее всего, наверное Это отражение ситуации Оказывается, я маленькая была Тоже писала стихи Совсем недавно я нашла Какие-то такие небольшие отрывки Ну, наверное, это что-то Вот то, что я не считаю Не привести, господи, каким-то поэтом Поэтессой Нет, нет, ну, это просто, я говорю Это отражение эмоций Они вот складываются так вот в строки И получается, ну, мне кажется, что Достаточно мило Для девичьего восприятия Ирина, ну и последнее Главный совет Ирины Слуцкой Многомиллионной аудитории Ну, нужно жить в согласии с самим собой Принимать себя таким, какой ты есть Потому что часто бывает Мы как-то недолюбливаем себя, наверное, да Что-то нам не нравится Ну, вот Бог такими нас сделал, да Хотя в наших руках, наверное, есть силы Чтобы что-то изменить И хочется всем пожелать здоровья Сколько бы мы с вами ни говорили Сколько бы мы ни рассказывали Но если не будет основы здоровья нашего К сожалению, мы не сможем Блистать на ледовой арене Мы не сможем быть депутатами Губернаторами, актерами То есть вот Вести активный физический образ жизни Беречь свое здоровье Здоровье своих близких И любить себя и ближнего со мной Спасибо огромное Сегодня у нас в гостях была Выдающаяся фигуристка И просто обаятельная девушка Ирина Слуцкая Оставайтесь с нами на телеканале Кубань-24 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!